Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 17 сентября Память святой мученицы Феодокии В то время, как в Риме царствовал Александр Север с 222 по 235 год Послан был в Каппадокии егемон Сингликий Ему донесли о некой христианке Феодокии которая происходила из понтийской страны и была весьма богата Долго увесевала ей егемон отречься от веры христовой но без успеха Тогда ее повесили и начали строгать ее тело Она претерпевала это мучение, славя Бога и как будто не чувствуя своих страданий После этого наложили на нее оковы и отвели в темницу По прошествии восьми дней темница сама собой отверзлась Увидев это, сторожа испугались и побежали рассказать об этом Сингликию Но он не поверил им и повелел привести святую к себе Когда он увидел, что она совершенно невредима от ран хотя и с некоторыми следами бывших страданий Спросил ее, кто ты? Святая отвечала ему «Твой ум помрачился? А если бы ты был трезв, то, конечно, узнал бы, что я Феодотия» Тогда Сингликии приказал бросить святую в рожженную печь Внезапно из всей печи вышел огонь и попалил семьдесят человек Остальные же бывшие около печи закрыли ее отверстие и убежали Егемон послал двух жрецов выдаст их с некоторыми другими чтобы развеять пепел от тела святой мученицы Когда открыли печь, из нее вышло пламя и пожгло жрецов а остальные посланные увидали что святая сидит среди печи между двумя юношами в белых одеждах и поет Это видение так устрашило их, что они упали как мертвые Святая вышла из печи, радуясь и воспевая Бога Ее снова посадили в темницу, потому что Сингликий намеревался идти в Византию и хотел вести за собой святую мученицу в оковах По возвращении оттуда находясь в Анкире Егемон опять потребовал к себе святую на суд и сказал ей Если ты не послушаешь меня и не принесешь жертвы богам я прикажу положить тебя на раскаленное железо Она ответила ему Если Левихий, домашний секретарь Егемона Дорофеев зайдет со мной на сковороду если огонь не коснется его, то я принесу жертвы богам Сингликий согласился на это и Дорофеев зашел на раскаленный железный лист но тотчас же сгорел а святая мученица осталась невредимою Егемон недоумевал, что ему делать а затем приказал связать святую мученицу и везти в Никею Здесь ввел он ее выдорское капище дабы принудить принести идолам жертву Она помолилась и внезапно все идолы пали на земли и разбились Все видиши это пришли в ужас Сильно разгневанный таким поруганием идолов Егемон повелел четырем воинам растянуть святую и перепилить ее пилою Но пила притупилась и слуги ей не могли Святая же опять осталась невредимою и славила Бога Сингликий, когда повелел отсечь ей голову мечом И через такую казнь святая Феодокия удостоилась венца мученического Около 230-го года Богу нашему слава во веки веков Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь Будете регулярно получать с нашего канала Аминь! 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 Продолжение следует...